Продолжение следует... Я бы хотел от себя и от своей страны выразить соболезнования в связи с терактом, который произошел в Крокус. И мы передаем всем людям России свои глубокие соболезнования. Теперь по теме этой панели международное сотрудничество между большими растущими экономиками России, Индии, Китая, оно эволюционировало и расширялось. И начально туда входила еще Южная Африка, которая внесла большой вклад, чтобы голос всего континента Африки был услышан. И сейчас мы являемся членами БРИКС, и здесь еще представлены также Египет, Эфиопия, Арабские Эмираты. И как уже сказал мой коллега из Ирана, сейчас БРИКС представляет где-то 3,6 миллиарда человек, и это более 45% населения мира. Министр международных отношений Южной Африки сказал, что где-то 34 других страны уже заявили о своем интересе, чтобы тоже стать членами этой добровольной политической ассоциации, которая является собой БРИКС+. И действительно, это уже голос большинства людей мира, которые населяют нашу планету. И скоро будет еще больше стран, которые будут присоединиться к этим странам, и этот голос станет еще громче. Страны БРИКС работают и объединились в очень турбулентный период истории человечества. Страны БРИКС в настоящее время дают где-то 36% роста ВВП, и большую долю мировой торговли. И гибкость, и преимущества БРИКС представляют собой очень серьезный нарратив, который предстоит неолиберализму современных глобальных экономик. И мне бы хотелось высказать несколько идей о новом мировом порядке и роли в нем БРИКС+. Я организовал уже в этом связи несколько мероприятий, и я считаю, что здесь должны быть некоторые основные столбы, на которых мы должны строить наши отношения. Если мы говорим о странах, самых крупных капиталитических странах, то к ним идет очень серьезное критическое отношение и критика их правил, и социальных, и экономических, которые они установили после Второй мировой войны. И сейчас, естественно, мы видим, что это лицемерные правила и очень предвзятые правила, которые они установили. И мы видим, что роль этих экономик, этих стран сейчас уменьшается в силу высшенных моих причин. Страны большой семерки, их сейчас сталкиваются с проблемами неравенства, социальной несправедливости, бедности и снижения уровня развития. Там есть привилегированное меньшинство, которое процветает, что, естественно, совершенно не соответствует никаким принципам справедливости. Кроме того, мы можем сказать, что международное сотрудничество BRICS это уже напротив выражения доброй воли и добровольного сотрудничества стран на экономическом поле. Недавно прошло международный фестиваль молодежи в Сочи, в Россию, куда приехало более 20 тысяч молодых людей, которые ждут более светлого будущего. И это огромный потенциал, который может раскрыться через ближайшие десятилетия и служить процветанию наших стран. Многополярность может работать без ущемления разнообразия и разных форм правления всех стран, которые включаются в эту группу. Также COVID-19 года и пандемия показала, что правящие группы ведущих капиталистских стран в основном заинтересованы только в своей прибыли, а не в сохранении жизни людей. И практически мы смотрели, как происходит настоящий геноцид, потому что резолюции ООН по Палестине и другим странам не выполнялись. И таким образом мы не можем претендовать на то, чтобы быть действительно объединенными нациями в рамках ООН, поскольку действительно непринятие многих резолюций ООН ведет к настоящей гуманитарной катастрофе. Страны Прекс Плюс внесли большой вклад в реформирование и трансформирование многих международных институтов. Многие операторы, такие как Мировой банк, ВТО и ООН, сейчас уже достигли гериатрического статуса. То есть им стало уже больше 65 лет. И сейчас средний возраст населения составляет 78 лет в странах Европы, а в Африке 18 и десятых лет. То есть если мы сравним эти цифры, то понятно, что страны БРИКС имеют большой потенциал, чтобы консолидироваться на поле мультиполярности, многополярности. И у нас есть хорошие перспективы отстаивать свои коллективные интересы вместе. Это абсолютный императив, чтобы мы консолидировались и сформулировали, что именно мы хотим, какой именно мировой порядок мы хотим. Кроме того, что это должно быть антизападное объединение, мы должны что-то конструктивно, свидательно предложить, каким именно образом мы представим, приложим свои коллективные интересы для достижения своих целей. Мы здесь сталкиваемся с культурными, политическими, социальными проблемами. И, кроме того, наш успех позволяет уже говорить о том, что мы можем развернуть те возможности, которые мы создали путем взаимного изучения и глубокого анализа наших возможностей. Мы должны активно участвовать в том, чтобы дальше развивать наши компетенции и знания и вырабатывать наиболее хорошие практики, которые позволят нам решать различные кризисы, с которыми мы сталкиваемся в современном мире. Большое спасибо за внимание. Продолжение следует...